Дороти и ее муж Майкл расстались через несколько месяцев после рождения их сына Айдена. Разлука была трудной, так как пара не ладила друг с другом, что делало ситуацию с их малышом еще сложнее. К счастью, им удалось достичь соглашения, которое устраивало всех троих. Соглашение заключалось в том, что Айден будет подчередно жить у каждого из родителей, Майкл будет заботиться о нем одну неделю, а Дороти следующую. Таким образом, они могли проводить с ним равное количество времени, и Айден рос с обоими родителями. Но однажды Дороти заметила что-то, что заставило ее усомниться в мотивах ее бывшего мужа. Айден проводил неделю с ней, когда она увидела, как он делает нечто необычное. В середине дня Айден вошел в гостиную, потянул штаны и заглянул внутрь. Дороти наблюдала за ним некоторое время, а затем продолжила свои дела, полагая, что он скоро продолжит играть. Но он не продолжил, он просто стоял там и смотрел в свои штаны полчаса. Дороти не придала этому значения, когда он вернулся к своим делам, думая, что это ничего серьезного. Но на следующий день это повторилось, и еще раз на следующий день, в течение всей недели, которую Айден проводил с матерью. Он останавливался и смотрел в свои штаны полчаса каждый день. Такое поведение было совершенно новым, и это заставило Дороти задуматься. Айден был любопытным мальчиком, возможно, это было связано с его возрастом, но он был очарован всем, что видел, и часто реагировал на это забавно. Дороти думала, что это могло быть связано с его любопытством, но когда это повторилось в следующий его визит, она решила осмотреть его на всякий случай. Дороти уложила Айдена и осмотрела его ноги, но ничего не указывало на то, что его что-то беспокоит. Факт, что она ничего не нашла, ошеломил Дороти. Должна быть причина, по которой Айден так смотрит, это не могло быть просто совпадением, и любопытство заставило бы его двигаться дальше, как только он увидел бы то, что хотел. На следующий день это снова произошло, и снова около полудня, а именно в 12 часов 13 минут. Дороти задумалась, может ли это быть связано со временем, поэтому она проверила снова. На следующий день ровно в 12 часов 13 минут. Айден вошел в гостиную, потянул штаны и заглянул внутрь. После того, как Айден вернулся к своему отцу, Дороти посетила ее подруга Оливия. Дороти все еще пыталась понять, что происходит с ее сыном, и упомянула его странное поведение подруги. Услышав всю историю, Оливия сказала нечто, что заставило Дороти подозревать ее бывшего мужа. Может ли он быть ответственным за то, что происходит с ее сыном? Дороти завела нового парня за несколько недель до того, как Айден начал странно себя вести, и через несколько дней после того, как Майкл узнал об этом, он подбросил ей письмов. Почтовый ящик. В письме он написал много вещей, которые были призваны ее обидеть, но одна вещь выделялась на фоне остальных. Он угрожал сделать ее жизнь невыносимой. Дороти задумалась, может ли это быть причиной, по которой Айден ведет себя так, как он ведет. Научил ли его отец делать это, чтобы она была в постоянном состоянии беспокойства? Или тут было что-то большее? Может ли быть, что он использует их сына для шпионажа за ней? Дороти не хотела в это верить, но Майкл действительно казался очень ревнивым к ее новому парню и уже однажды выказывал свое недовольство. Чем больше она об этом думала, тем более реалистичной казалась идея шпионажа. Дороти работала на полставки и возвращалась домой чуть раньше полудня. Айден начинал странно себя вести в 12 часов 13 минут, к этому времени она уже была дома, и Майкл знал это. Уверенная, что Майкл спрятал записывающее устройство или чип в одежде Айдена, она предположила, что именно поэтому он смотрит в свои штаны каждый день в одно и то же время. Но была ли она права? С этой мыслью? Дороти взяла сына и отнесла его к пеленальному столику. Она раздела его и осмотрела его кожу, прежде чем обратить внимание на его одежду. Теперь, когда она знала, что ищет, это не должно было быть трудно найти. Она обыскала каждый сантиметр его одежды и проверила каждый шов, но ничего не нашла. Дороти даже дошла до того, что проверила подгузник Айдена, но чипа нигде не было. Оставалось только одно место, его обувь. После тщательного осмотра обуви Дороти сдалась. Она не могла найти никаких следов чипа. Ей оставалось лишь принять тот факт, что там ничего нет. Или все же было. Несмотря на то, что Дороти не нашла никаких доказательств, она была уверена, что Майкл шпионит за ней, используя их сына. Поэтому она придумала план, как поймать его в собственной ловушке. Дороти была в одной комнате с Айденом, когда взяла телефон и позвонила в полицию. Она рассказала полиции, что происходит, и они немедленно выслали офицеров, так как дело касалось младенца. Полиция приехала не только к ней, но и отправила другой отряд к дому Майкла. Его арестовали на месте и доставили на допрос. То, что произошло дальше, оставила Дороти в полной растерянности. Полиция доставила Майкла в участок, пока Дороти сидела дома с самодовольной улыбкой на лице. Она знала, что Майкл серьезно пожалеет о своем решении шпионить за ней, когда полиция вмешается. Но затем произошло нечто совершенно неожиданное. Дороти и представить не могла, что полиция придет за ней. Дороти услышала стук в дверь и не понимала, почему. Она не ожидала гостей и была в разгаре своего плана мести. Кто осмелился ее прервать? Она подошла к двери и посмотрела в глазок, но увидев, кто стоит снаружи, вся кровь в ее теле застыла. Почему они здесь? Полиция стучала в дверь Дороти. Почему они пришли за ней? Они должны были забрать Майкла, а не ее. Она знала, что ей остается только впустить их. Чем могу помочь, офицер? Спросила она. Офицер приветствовал ее улыбкой, прежде чем сказать нечто неожиданное. Были ли ее подозрения о Майкле верны? Полицейский объяснил Дороти, что они узнали от ее бывшего мужа. Они поместили его в комнату для допросов в местном участке и начали задавать вопросы по поводу шпионажа. Но самое странное было то, как хорошо он умел лгать. Он выглядел совершенно уверенным в том, что не знает, о чем идет речь, но дела обстояли не так, как казалось. Офицер сказал Дороте, что Майкл был совершенно сбит с толку арестом. Он, казалось, не подозревал, что они придут, и также не знал, о чем идет речь, когда дело касалось шпионажа. Когда ему объяснили, что у них есть основания полагать, что он вставил чип в штаны своего сына, он был ошеломлен. Действительно ли он лгал? Дороти не могла поверить своим ушам. Ничто не имело смысла. Если бы он действительно подслушивал ее, то знал бы, что полиция идет. Скоро она узнает, на что на самом деле способен ее бывший муж. Офицер в доме Дороти объяснил настоящую причину своего визита. Он сказал, что им пришлось принять специальные меры, чтобы убедиться, что ее сын не находится в реальной опасности. С ее разрешения офицер достал специальное устройство, чтобы обнаружить, есть ли на ее сыне шпионские чипы. Он сказал, что это будет безвредно и займет всего минуту. Но что обнаружит офицер? Офицер поприветствовал маленького Айдена и спросил, можно ли его осмотреть. Айден засмеялся и охотно согласился, ведь для него это была просто игра. Офицер тщательно осмотрел Айдена с помощью сканера. После пяти минут поиска он сделал невероятное открытие. Офицер посмотрел на Дороти, которая с нетерпением ждала результата. Офицер покачал головой и сказал, но это хорошие новости, я не могу найти ничего на вашем сыне. Но для нее это не обязательно были хорошие новости. Действительно ли не было причин для беспокойства? Или Майкл был умнее, чем она думала? Офицер покинул дом Дороти и сказал, что сообщит ей о любых новых подробностях. У Дороти было время подумать о том, что на самом деле происходит. Но как только она думала, что сойдет с ума от незнания, ей позвонили. Она подумала, что это будут власти, но это был не он. Это был последний человек, от которого она ожидала звонка. Это был ее бывший муж Майкл. Что он мог хотеть? Собирался ли он снова ей угрожать или сказать, что он ее разоблачил? Она не хотела брать трубку, но ей нужно было знать, сколько он знает. Вздохнув, она ответила на звонок, но не была готова к тому, что он скажет. Она ожидала ярости Майкла за то, что вызвала полицию, но все пошло неожиданным образом, когда он начал объяснять, что с ним произошло. Казалось, что он не знал, что именно Дороти вызвала полицию. Он спросил, пришла ли полиция к ней домой, спрашивая про Айдена. Она решила признаться. Дороти объяснила, что это она вызвала полицию из-за угрожающего письма и странного поведения их сына. Естественно, она подумала, что лучше перестраховаться. Услышав ее объяснение, Майкл сделал то, чего Дороти никогда не ожидала. Его следующие слова шеломили ее. Он действительно извинился за все. Он объяснил, что написал письмо в порыве эмоций и не имел в виду то, что сказал. Что касается шпионского чипа, он поклялся, что никогда не сделал бы этого своему сыну. Но если это был не он, то что же происходило с Айденом? Дороти задала роковой вопрос. Он делает то же самое, когда находится у тебя. К ее удивлению, он знал, о чем она говорит. Он сказал, что около 12 часов 13 минут Айден тоже потягивает штаны и заглядывает в них. Это значило, что это было что-то постоянное, что он делал и у нее, и у него. Но что это могло быть? Это еще больше обеспокоило Дороти. Теперь она снова оказалась в тупике, не зная, что происходит. Ей нужно было как можно скорее выяснить, что происходит с ее сыном. Не зная, к кому еще обратиться, она спросила Майкла, что он думает о всей ситуации. Затем они придумали потенциальное решение. Айден ненавидел ходить к врачу, но им нужно было выяснить, в чем дело. Дороти записала Айдена на прием к местному врачу и отвезла его туда. Маленький Айден устроил скандал по дороге, но это был единственный способ. Когда Дороти и Айден пришли к врачу, они сели в смотровой комнате. Врач приготовился осмотреть ее сына. Врач отвлек Айдена леденцом, сказав ему, что если он выдержит осмотр, то сможет оставить его себе. Глаза Айдена загорелись от радости, и он энергично кивнул. Врач осмотрел Айдена и не заметил никаких явных признаков чего-то необычного. Он провел более тщательный осмотр, и после 10 минут поиска у него были новости для беспокойной матери. «Я рад сообщить, что ваш маленький мальчик совершенно здоров и ничего не указывает на то, почему он завел эту привычку». Врач рекомендовал следить за ним, чтобы попытаться выяснить дополнительные детали. Дороти покинула кабинет разочарованная. Она надеялась, что врач найдет что-то определенное. Дороти внимательно наблюдала за Айденом. В следующие несколько дней он продолжал делать то же самое каждый день, как по часам. Должно быть что-то, что она упускала, но она не знала, что именно. Даже Майкл не мог это понять, когда Айден был у него. Может, это просто что-то, что делают дети в его возрасте. Дороти искала информацию в интернете, чтобы понять, какое поведение было бы нормальным для Айдена. Она даже взяла в библиотеке книгу по воспитанию детей, чтобы узнать, нет ли там старомодных объяснений. После того, как она изучила все, что могла, она пришла к пугающему выводу, который еще больше ее расстроил. Неужели это все? Все книги и веб-страницы приходили к одному и тому же выводу, поведение Айдена не описано ни в одной книге. Ей пришлось смириться с тем, что ее сын просто ненормальный. Но затем зазвонил ее телефон. Она увидела, что это был ее врач. Какие новости он мог иметь? Врач сказал Дороте, что хочет увидеть Айдена как можно скорее. Они быстро договорились о приеме на следующий день. Что же он узнал о поведении ее сына? Дороти надеялась на прорыв, но не ожидала странного и нестандартного метода, который собирался использовать врач. Ей предстояло подождать еще один день, чтобы выяснить, что же не так с ее сыном. Она чувствовала себя более нервной, чем раньше, по какой-то необъяснимой причине. Почему он делает что-то такое странное, как заглядывание в штаны каждый день? Ответ открылся Дороти, когда она пришла к врачу. Врач попросил Дороти прийти на прием к полудню. Это значило, что Дороти пришлось одеть Айдена пораньше, чем обычно, и купить ему леденец, чтобы он согласился. Сначала Дороти не придала особого значения времени, но затем поняла, что это было важно для плана врача. Они пришли в кабинет врача ровно в полдень. Врач выглядел более обеспокоенным, чем раньше. Что он собирался им сказать? Он сел и сказал Дороте, что хочет дождаться того самого времени, когда Айден обычно ведет себя странно. Временный интервал теперь имел смысл для Дороте. Врач хотел увидеть поведение Айдена самой, возможно, поставить диагноз на основе этого. В 12 часов 13 минут все внимательно наблюдали за Айденом. Он должен был вести себя как обычно, но ничего не произошло. Почему он не делал того, что обычно делает в 12 часов 13 минут? Тогда врач сделал нечто радикальное. Врач встал и подошел к другой стороне комнаты. К удивлению Дороти, он включил радио и спросил ее любимую радиостанцию. Еще более запутавшись, она назвала номер станции, и он настроил радио на нее. Затем врач вернулся к своему креслу и сел. Что он делал? Но через несколько мгновений она не могла поверить своим глазам. Айден посмотрел вниз, сразу потянул штаны и заглянул внутрь. Но почему он сделал это сейчас, а не несколько мгновений назад? Врач улыбнулся. Казалось, что он знал больше, чем говорил. Когда он был уверен в своем объяснении, он сказал Дороте то, что ошеломило ее. Врач объяснил свою гипотезу о беспокойной матери. Он спросил, включено ли у Дороти радио. Каждый день около полудня. Она кивнула в ответ. Вот тогда улыбка врача стала еще шире. Он явно разгадал эту загадку. Но при чем здесь радио? Ваш сын просто пытается танцевать под радио, объяснил врач. Бедный парень еще не умеет танцевать, так что это его ближайший способ выразить свои чувства. Дороти едва не уронила челюсть. Неужели все это было просто потому, что Айден пытался выразить себя? Она не могла в это поверить. Врач сказал, что он перерастет это с небольшой поддержкой, поэтому Дороти записала его на занятия танцами для малышей. Он научился правильно танцевать и больше никогда неожиданно не потягивал штаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!